Которые прошли Первую Чеченскую войну, стали больше россиянами, чем многие русские, которые присутствуют на Болонне. Как у них прошло? Потому что литература, я так понимаю, она не лечит. Тем более, что столько было сериалов, когда хорошие парни разбирались с плохими мусульманами. Врега лечит, наверное, время. Вот сколько надо времени, чтобы... Чтобы вот эта боль прошла. Это первое. Второе, по поводу федерализации вы сказали. Если как-то вернуться к царской империи, где было много этносов, которые сохранили свои языки, свою субъектность. Та же Бессарабия. В Бессарабии живут в Молдаване. Государственный язык молдавский. И в парламенте заседают в Молдаване. В отличие от той же Америки, за те же 200 лет. Какая модель лучше? Вот мы сейчас видим конфликт цивилизации в Европе. Что это? И во что это вылезет? Потому что мусульманский мир надвигается, а по-моему Европа к этому не готова. Я коротенько отвечу на первый вопрос, потому что я действительно уже очень много говорил по поводу Чечни, сколько там еще нужно времени, чтобы все прошло и так далее. Я думаю, чеченцы никогда не простят тех, кто развязал эту бойню. И эта рана никогда не сживет. Но это чувство не к русскому народу, я повторяю. Оно не к русскому народу. Большинство чеченцев понимают, что русский народ, как народ, он сам был жертвой в этой ситуации. И, возможно, поэтому сейчас многие чеченцы, воевавшие в Первую войну, в Вторую войну, они сейчас на Донбассе, потому что видят за трагедией на Донбассе те же самые руки. Тех же самых кукловодов, которые в свое время развязали трагедию у них на роде. Поэтому для них это просто продолжение их войны. С теми, кто принес горе в их дома. Вот в чем дело. По поводу федерализации. Российской, Бессарабии и Англосаксонских резерваций. Вот в этом-то и дело. В этом-то и дело, что сколько клянут Россию за ее имперскость и так далее. Но Российская империя, не уничтожим они у нас. А Советский Союз, многие этносы, сохранил от смерти. Даже воссоздал те, которые находились на грани гибели. Были специальные программы, делась национальная письменность. Тем, у кого не было национальной письменности, никогда. Начинали впервые за историю этих народов выходить журналы, газеты на их языке, театры появлялись на их языке. В России специально формировалась национальная интеллигенция. Вот что делал Советский Союз. Продолжая в этом смысле политику России, как империи, которая не уничтожала нации. Англосаксонский мир, создавая свои империи, уничтожал этносы. Этнос просто ликвидировал. Зачастую просто физически ликвидировал. Или ликвидировал их культуру. Или даже в самое последнее время, в 20 веке, знаете, отношение было не такое, как к своим. Например, Черчилль мог заботиться об англичанах, а индийцам, которые в то время, до независимости Индии, были такими же теоретически подданными британской короной, обрекать на голодную смерть. И он не считал, что это одно и то же. Он считал это нормально. Потому что вот есть нормальные граждане, подданные, это вот англичане. А есть индийцы, которыми можно жертвовать миллионы. Потому что, ну, они не стоят... Сто тысяч индийцам не стоят жизни, допустим, тысячам и вечер. У них в подкорке. Россия никогда не делала так, чтобы вот в годы там русским пожертвовать, давайте там, пускай миллион украинцев умрет в голод. Это же понятно, что эти голодоморцы, это же придумки, правильно? Если гибли от города, то гибли все вместе. И казахи, и русские. И русские вообще больше всех страдали от всех. И от голода, и от революции, и от войн. Не было такого бедствия, которое бы русские принимали на себя меньше, а на другие народы складывали. Конечно, конечно, принципы построения российского мира, русского мира, они, конечно, другие, чем принципы построения мира англосаксонского. Они другие. Вот, вот, мы можем просто выбирать, с кем нам идут. Там, где нам сохранят идентичность нашу. Никто не представляет этого идентичность. Пожалуйста, будь тем, кто ты есть. И наши интересы не кем несут в жертву. Или вот, как-то вот, есть другой метод. Тоже, понимаете, англосаксонская цивилизация – великая цивилизация. Германская цивилизация – великая цивилизация. Они великие, замечательные, прекрасные, удивительные, очень развитые, просвышенные. Но, скорее всего, это цивилизация для себя. И только русская цивилизация может быть цивилизацией для других. Акцию, даже, и особенности русского федерализма. Да? Я постараюсь конночь ее ответить, а не будет. Игорь Михайлович, литература образования должна умолчена. А чтобы что-то консолидировать, нужно, как минимум, уметь центр принятия решений. Есть ли такой центр принятия решений для консолидации русского федерализма? Центр принятия решений для консолидации русскоязычного мира. Русского мира – это русскоязычный мозг каждого человека. Мозг настроен на русскую культуру, на русское слово. Он, я думаю, найдет такую мелодию, которая будет играться в унисон. Я думаю, политическая и насильственная консолидация русского мира едва невозможно. Ну, в том смысле, чтобы был какой-то единый центр принятия решений управленчества. Скорее, мы должны надеяться на мягкую силу культуры. Это наслаждает. Царь-батюшка. Хорошо бы. Дело не в царе. Без управления ничего не было. Но сейчас, наверное, нам нужно каждому поймить сначала монарха в себе собственного в своей голове. Без царя в голове. И как-то потом, наверное, может быть, это и организуется консолидация и единство русского мира. Но это единство все равно, оно ведь не будет каким-то плоским. Оно все равно будет многообратным. Русский мир очень большой, очень разный. Но какая-то одна платформа ему нужна, я согласен. Какая-то одна платформа. Украина же демонстрирует, что есть пятрида. Украина помогает очень сильно. Очень сильно помогает нам всем консолидироваться. И Европа нам помогает всем консолидироваться. Ведь вот у нас в культурной среде, сколько раньше было разных мнений. Вот какого ни копни писателя или публициста, у него вообще был свой взгляд вообще на все. И не было вообще ни одного, кто хоть в чем-то был бы согласен другим. Вот еще два-три года назад, если вы собирали трех русских мыслителей, то вы получали четыре системы мировоззрения. А сегодня вот как-то мы все консолидируемся на основе каких-то базовых ценностей русского мира. Базовые ценности русского мира, например, что русских бросать нельзя. Неужели нужны потрясения? Очень, очень не хотелось бы этих потрясений. Очень хотелось бы, чтобы все происходило без потрясений. Но вот как-то не получается. Дело в том, что мы не сами эти потрясения спросили. Мы, может быть, и пришли к тому же самому, а может быть, и почему-то другому пришли, если бы нас не трогали. Мы ведь не трогали никого. Но мы не трогали, ну честно, мы не трогали никого. И вот вам, как полномочный представитель всех российских полукровок говорил, который спросил, живущих самцы. Живущих, да. У нас в Петербурге есть такая группа художники, медьки называют. А все знают. Знают все. Вот у них есть такой лозунг, медьки никого не хотят победить. Вот как полукрута он выявляет. Да, вот мы вот медьки в этом смысле. Мы никого не хотим победить. Не было у нас, как вот нам, Лисовичу, набрасываемся на себя. Да никого мы не хотели победить. Никого, вообще никого не хотели трогать. Агрессия ведется против русского мира. Именно против русского мира. Даже, понимаете, даже не против России, как государства. Да что бы там это Россия государство. Да, очень важно, но это не весь русский мир. Агрессия ведется именно против русского мира. Есть влияние российского государства. Нет влияния российского государства. В скольких анклавах, в скольких республиках бывших мы оставили очень много русских? Во всех. И что там, Россия как-то государственно участвовала в их судьбе? Никак не участвовала, нигде. Так почему же с русскими там все боролись-то тогда? Почему же их выдавливали отовсюду? Кто виноват? Российская агрессия? Да не было никакой российской агрессии. Россия ушла отовсюду, сказала, вот вам заводы, электростанции, все. Больницы, все, берите все, ничего. А только русские там остались. Так что ж с русскими-то боролись? С русскими боролись. Не с российским государством. Не было российского государства там уже ни в каком виде вообще. Боролись против русского мира. А борьба с российским государством, это вот как... А тут российское государство, оно как-то еще стало вроде как сплашивать русский мир. каким-то образом, не хотя сломать, не ставя такой цели. Так получилось. Потому что российское государство, как в нагрузку получило себя русский мир, оно не хотело, но получилось. Пришлось к менять. И вот как тут посыпалось. Я не американофоб. Я вообще очень люблю Европу, люблю там бывать. Я изучаю европейскую историю, очень люблю готов, которые основали Европу. Все о них знают почти. Наверное, больше, чем сами годы о себе знали. Я очень люблю Европу, я очень люблю Америку. Но я вижу, как они к нам-то относятся, господи. Причем заявление политиков, это ну заявление политиков. Политики всегда лгут. Сейчас американский президент говорит, вот Россия плохая, мы им оказываем. А типа раньше Россия была хорошая, а вот когда там до того, как она Крым присоединила. Типа вроде, якобы представляет так, что когда-то было какое-то время, когда Россия была хорошая. Давайте не слушать политиков, давайте Москульт посмотрим. Москульт. Он всегда наиболее откровенно. Самые простые вещи. Голливудские фильмы. Голливудские фильмы. Большинство голливудских фильмов, где участвует русский человек. Не обязательно советский. Советского Союза уже не до 10-15 лет. И вот там какой-то голливудский фильм, и вот там русский человек. Кто этот русский человек? Мафиози. Мафиози. Бандит. Бандит какой-то. А? Водка, ушанка. Убивает всех. Женщина, проститута. Почему? Почему? Потому что мы в виду умеем больше всех. Русские эмигранты за границей. Много русских эмигрантов за границей. Сколько синистского очевидов. Я имею в виду русских эмигрантов и евреев тоже. Ну какие они евреи, господи. Они все русские. Нет, нет. Те, которые настоящие евреи, они поехали в Израиль, они там как бы пытаются стать настоящими евреями. И все все равно там считают русскими. Ну, неважно. Это уже другая тема. Вот все там русские. Молдаване русские. Казахи русские. Вот все русские эмигранты, которые есть во всех странах мира. Особенно первые волны эмиграции. Сколько среди них скрипачей? Сколько среди них программистов? Сколько среди них врачей? Сколько среди них филологов? Сколько среди них инженеров? Сколько среди них простых, честных рабочих? А в кино? Только бандиты и только вы философы. Хотя, простите за неполиткорректность, но вот негров на самом деле в преступном мире и в абсолютном отношении, и в относительном отношении к их численности, гораздо больше в Америке, чем русских, и в абсолютном отношении, и в относительном отношении. Но нельзя. Негра, если покажут одного плохого, двух негров надо в хорошие полицейские. Афроамериканцы, что ли? Афроамериканцы. Афроамериканцы. Нет, ничего плохого. Негры это от испанского на игру, черные, что ли, ну, что страшно. Это не... У нас это не оскорбление, это у них это оскорбление. У нас это оскорбление. А левия, фанка? Вот, 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 вот их отношение к нам. Это борьба с русским миром. Понимаете? Вот с русским миром. Ну, вот, зачем? Я не хочу с ними бороться. Я их люблю. А они меня нет. Почему? Я ли в этом виноват? Поэтому мы просто, мы просто стараемся защитить себя. И на политическом поле, и в экономике. И главное, то, чем мы занимаемся в культурном плане. Мы просто стараемся защитить себя. Медики никого не хотят победить. Честное слово. Это вы о себе говорите. Они же болотная площадь. Ну, болотная площадь тоже не хочет никого победить. Те, на что с Америкой сражаются. Она, наоборот, делает Америка хорошей. Почему Россию представляет в таком виде в кинофильме Левиафан? Я не смотрел к кинофильм Левиафан. И у меня по поводу кинофильма Левиафана нет ни одного вопроса к замятнице. Они же болотная площадь. Мне кажется, что здесь большинство такое состояние можно сделать. Продолжение пешеeaa�. Продолжение следует...